В Великую Субботу, в день воспоминания о сошествии Спасителя в ад, в Воскресенском храме прошло торжественное богослужение. Все молитвословия произносились перед плащаницей, расположенной в центре храма. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и света, отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина, от Бога истина. Песня. 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 В этот день все преображается. Священнослужители облачаются из темных одеяний в белые, символизируя приближение пасхальной радости. В имя Отца и Сына, дорогие братья и сестры, всех вас с гордей, что поторгаю с великой субботой. Сегодня за Божественной Духи мы с вами слышали такие слова, «Домолчит всякая боль человеческая». То есть мы хотим, чтобы в это время все, как люди ожидают воскресения Христова, подготовиться и прежде всего подготовиться духовно. Потому что, так как сейчас идет большой праздник, праздник и праздник, и все люди суетятся, пытаются все приготовить, и вот нас, Святая Церковь, призывает к тому, чтобы помолчала всякая боль человеческая. Потому что более двух тысяч лет назад, когда был распят Сам Господь, Бог наш Иисус Христос, и люди ожидали воскресения Христова. И вот сегодня мы с вами слышали эти слова. Если мы с вами посмотрим, то уже даже в храме глуховенство поменяло черное облачение на белое, то есть было совершено вечернее уже праздник и воскресение Христова. Потому что в церкви, как мы с вами знаем, вкусно начинается с вечера всегда. И вот уже вечернее было подслужено, но это еще вечернее предпраздник, можно так сказать. Потому что мы себя должны приготовить к встрече воскресшего Христа. А как себя приготовить? Если мы с вами будем много времени уделять подготовке к празднику, к всей этой житейской, мельской суете, и вообще, то есть в нашей жизни очень много этой суеты, потому что у каждого человека есть и семья, и работа, и другие какие-либо дела. И за вот этими делами человек завоевает о самом главном. Потому что самое главное для каждого христианина это воскресение Христова. Потому что своей крестной смертью Господь даровал нам с вами жизнь вечную. И каждый из нас, где присутствующих, мы все прекрасно в этом знаем, что Господь воскрес, и не всегда мы с вами достойно встречаем праздник, к сожалению. Потому что человек не всегда ставит приоритет их правильный. То есть он не различает главное от второстепенности. Потому что самое главное это наша с вами душа. И так как каждый человек состоит из тела, из души, то нужно заботиться прежде всего не о теле, не о земном, а о высшем, о более высоком, о небесном, о духовном. Поэтому Святая Церковь нас с вами призывает еще и еще раз услышать эти слова. Это молчит всякая плоть человече, потому что она должна молчать для того, чтобы достойно встретить самого Господа, воскресшего Христа, Бога Человека. И поэтому, если мы с вами будем об этом забывать, то у нас будет не праздник, а какая-то обыденность. Или формальность, внешний праздник, можно так сказать. Потому что человек, занимаясь вот этими вот делами, которые я перечислил, он забывает о главном. И как же нам, братья сестры, достичь той высоты духовной, чтобы с радостью встретить воскресшего Христа? Вот сейчас уже закончилась эта Четыридесятница, подходит к концу и страстная седница. И мы с вами должны обернуть вам назад и посмотреть, а достиг ли я того, чего хотел в эти святые дни? То есть стал ли я духовно выше? Возрос ли я духовно? Потому что возрастать духовно очень тяжело, а упасть, оступиться очень легко. То есть человек, сделав один неотдуманный шаг, все свои труды, которые он выложил, они получаются на смарт. Потому что когда человек неправильно расставляет квалификации, вот так и происходит. Поэтому, братья сестры, хочется еще и еще раз всех вас призвать, для того, чтобы мы успокоились от этой мирской суеты и настроились на встречу с самим Господом. Потому что Господь, каждый из нас призывает в себе. Но мы сами противимся этому. То есть мы сами не делаем первый шаг, мы сами отворачиваемся от Бога, согрешая. И как мы можем согрешать? Согрешать мы можем против Бога, против ближнего. То есть все наши грехи – это нарушение затвыки Божьего, нарушение закона Божьего. И когда мы с вами нарушаем закон Божий, мы с вами духовно падаем и погружаемся в такую хамешную тьму, из которой потом очень тяжело выбраться. И зачастую человеку не хватает сил преодолеть вот эти вот грехи. И поэтому Святая Церковь установила таинства, в которых человек может и должен участвовать. То есть прежде всего это таинство покаяния. Когда человек приносит Богу покаяние и рассказывается о своих грехах. То есть подготавливая себя не только физически, но и прежде всего духовно, встреча с Богом. Также мы с вами можем причаститься к Святых Христовых Таинам. То есть соединиться телом и кровью с Христом. То есть стать родниками, то есть родственниками со Христом. Поэтому, братья и сестры, чтобы нам достойно и исповедаться, и причащаться, и достойно встретить Пасху, Светлого Христового Скресения, нужно и спросить у Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, чтобы Господь нас укрепил, дал нам сил на этот последний отрезочек, чтобы мы достойно подготовились и встретить Светлого Христового Скресения. Аминь. С праздником. Те, кто заблаговременно готовился, принимали святое причастие. Светлого Христового Скресения. Те атрибуты, наверное, пасхального празднества, радости, пасхальные яйца, куличи, это каждый из них имеет свой смысл. Яйцо как смысл самой жизни, то есть зарождение самой жизни. А кулич, кулич, он, если смотреть церковной такой вот градации хлебов, то вот самое главное, главный у нас этот, как бы им говорят, хлеб, это агнс, да, то есть добывается агнс, это вот та просфора большая, и оно из двух частей соединяется, да. И вот оно по градации идет вниз. Сперва агнс, потом будет у нас стоять в дверях артусы, вот эти большие такие просфоры, которые будут дробиться по окончанию Светлой Седмицы. Потом идут просфоры, и вот одно из мест занимает кулич. Кулич как символ воскресения Христова, он тот хлеб, который готовится только, только на пасхальные дни. Поэтому и освящать его надо именно в храме. Одно дело там, купить можно в магазине, но освятить обязательно надо в храме, потому что это соединение человека именно с той благодатью, с той радостью, которую дает Господь нам всем. И, как Иоанн Сатаустов говорит, ну, неважно, постились вы или не постились, но приобщитесь к радости, общей радости. Поэтому я всех, всех людей, всех жителей, не только нашего города, всех православных христиан, поздравляю святым праздником Святой Пасхи. И вот много говорить даже не надо в пасхальные дни, а можно даже просто вот всю ту радость, которая у нас есть, можно вот вместить только всего два слова. Христос воскресе! По завершении Божественной Литургии прихожанам осветили куличи, яйца и Пасхи. По помолимся, Господи, Поверью! И, Владыка, Господи, Победа, защититель и посадитель всех, по-насамим, прикол, усех, жезти, и яйца исток, сдаю благости Твоей, ягода, предвещающаяся из них, моих недобито, подача трехторов, исполнится, незаводанная Твоя благости, ягода, исток, сдаю благости, ягода, исток, сдаю благости, от своей сына, исток, сдаю благости, ягода, 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 исток, сдаю благости, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для Воскресенского храма Пасха это еще и престольный праздник. Он был построен в честь Воскресения Христова. Ночью здесь состоялось традиционное пасхальное богослужение. После все собравшиеся прошли крестным ходом вокруг храма. Субтитры создавал DimaTorzok Владимир Новоселов, Сергей Власов. День города.